салют ребята всем привет в этом видео вы сможете посмотреть 5 способов получения золота дома уважаемые зрители если вы впервые смотрите подобное видео и вам что-то кажется непонятным на моем канале вы найдете много видео обзоров по получению золота дома а также плавление и обнаружение природного золота и других платиновых металлов и так начнем перед нами желтый раствор золотом а в качестве посуды я буду использовать вот такие прозрачные рюмочки чтобы показать вам что у меня раствор золотом быстренько сделаем ты с хлористым оловом для начала наносим всего одну каплю хлористого олова на бумажку теперь набираем и наносим анализируемый раствор золотом должна моментально проявиться темно-лилово-коричневая окраска вот что и следовало ожидать правильная реакция на наличие золота в растворе золото есть вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первый и самый доступный способ это получение золота железным купоросом. Железный купорос сможет сделать каждый домохозяин. Для этого вам понадобится любое железо. Подойдет даже консервная банка из-под кильки. Все что вам надо для начала ополоснуть ее водой. Прокипятить эту уже чистую консервную банку в растворе автомобильного электролита в течение полторы-двух часов и вы получите зеленоватый раствор железного купороса. Способного выделять золото из раствора. Золото выделяется в виде крупного коричневого осадка, готового для дальнейшего плавления и получения самого металлического золота. Второй и также доступный способ это получение золота при помощи самодельного раствора хлористого олова. Все что вам понадобится для его изготовления это чистая 60% олова, которая необходимо будет прокипятить в неразбавленной соляной кислоте в течение двух часов. И вы получите насыщенный прозрачный раствор хлорного олова, способного вытеснять золото из раствора его соли. Добавляем совсем немного хлорного олова. Золото выделяется в виде адсорбционного соединения золота и оловянной кислоты. А простыми словами получается коллоидное золото. Третий способ. Вам не обязательно заморачиваться всеми предыдущими методами. Все что вам надо сходить в аптеку и купить пенициллин. В свое время я использовал его для получения золота дома, так как я никогда не показывал пенициллин в действии, считайте, что это видео первое такое. Пенициллин является сильным восстановителем золота. Разбавляем пенициллин водой и добавляем в раствор золотом. Полученное золото при помощи пенициллина имеет высокую чистоту. Осадок выделяется крупный. А все что надо дальше это его сплавить и вы получите свое металлическое золото. Золото сразу не садится на дно. Дайте осадку постоять несколько часов и вы получите чистый осадок, имеющий чистоту почти 3 девятки. Четвертый и не самый простой способ получения золота дома можно использовать обычный активированный уголь. Активированный уголь обладает высокой адсорбционной способностью и может впитывать в себя молекулы золота, наподобие моющей губки воду. Таким образом можно собирать бесценные молекулы золота из щелочных и кислотных растворов с низким содержанием золота. А при дальнейшей доработке насыщенного активированного угля уже можно получить само золото. Если не знаете, где достать активированный уголь, его можно получить из противогаза или купить в аптеке в виде таблеток. Также можно найти в магазинах для садоводов. Применяя активированный уголь, не забывайте, вы получите не осадок с золотом, как из первых трех вариантов, а тот же уголь, только пропитанный золотом. Чтобы получить металлическое золото, в дальнейшем необходимо будет проделать ряд процедур. И этот способ, я считаю, без определенных знаний вам вряд ли подойдет, но все-таки можно. И, наконец-то, пятый способ. Получить золото можно при помощи глюкозы, которую вы также можете купить в аптеке. Для этого необходимо на несколько раз упарить раствор золотом почти насухо. Добавить дистиллированной воды. Хорошо отфильтровать раствор и применять глюкозу. Золото выделяется в виде хорошего крупного осадка. Иногда за место осадка выделяются кристаллы самого металлического золота в виде иголочек или золотых нитей. Применяя глюкозу, также необходимы определенные навыки и знания. Этот метод может не получиться у большинства из вас. На примере моего видео у меня получилось выделить осадок. А для вас прекрасно подойдут первые три способа. К примеру, железный купорос. Ну что же, золото я получил. И чтобы наглядно увидеть его в виде выпавшего осадка, необходимо подождать несколько часов. В моем случае я подождал всего 30 минут. Сливаем верхний раствор. Часть золота еще плавает, а вот и наше золото. Этот темно-коричневый осадок золота я получил с железным купоросом. Хороший крупный осадок. Все, что вам нужно, промыть его водой и сплавить. И вы получите золото чистотой 950 единиц, не меньше. Также, часть золота электролизуется и налипает на стеночки посуды. Стекло покрывается тончайшим слоем золотой пленки, как вы можете наблюдать. С остальными растворами я проделал все то же самое. Все перелил в общий стакан, чтобы все снова растворить. Вот пример. Полученное золото активированным углем. Обратите внимание, раствор с углем справа отличается от ярко-желтого раствора слева. Раствор справа почти обесцветился. Это говорит о том, что активированный уголь впитал в себя все молекулы золота, или большую часть, так как прошло слишком мало времени. Также, все переливаю в стакан. Выделенное золото от глюкозы еще не успело выпасть на дно, но как видно, все золото уже выделилось. Тоже переливаю на доработку. А на этом конец. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, в этом видео я показал топ-5 самых доступных и дешевых домашних способов получения золота дома. Конечно, можно применять разные сложные химикаты, которые не каждый найдет и купит. Начиная от гидрозина соляно-кислого, заканчивая различными сульфитами. Но большинство людей интересуют доступные материалы и химикаты. К примеру, те, что я перечислил и показал. Вот, к примеру, я предпочитаю работать с перосульфитом натрием. А это видео лишь маленькая демонстрация того, что можно найти каждому дома. Вот и всё. Спасибо всем за внимание. А на этом конец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok